Я очень рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Живу я на севере Свердловской области, в маленьком городе Волчанске. И с веса 115 килограмм построила уже больше, чем на 20 килограмм. На моем канале много интересного. И ролики с рецептами, и с подсчетами к БЖУ, и нет. И с моими похудейскими рационами. А еще с вязанием с садом и городом. Да, вот я вяжу ирландским кружевом. Так что, кому понравится мое видео. А если вы смотрите меня на Дзене, то есть статьи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Итак, мои дорогие. Сегодня 30 августа. Лето заканчивается. Вторник. Последние дни. У меня отвесики, отвесики. Прямо меня все это так радует. И поэтому, проанализировав, если вы смотрите меня, мои хорошие, на Ютубе, на Дзене у меня вышло несколько статей с рационами. Мне почему-то удобнее делать фотографии, потому что заготовки. Тут пока не очень хватает времени. Каждый раз все записывать в видео. И мне очень нравится на Дзене выпускать статьи с фоточками. Я там вставляю ссылочки на рецептики, которые кушают. Ну, в общем. А сегодня я даже написала списочек, чтобы не забыть, чтобы не забыть, так сказать, обобщу опять. Особенно для новеньких, для начинающих. Что мне помогает стройнить. Ну, вот что мешает. Знаете, у меня много уже и статьи, и ролики. Вот что мешает. А сегодня, наверное, запишу, что помогает. Так что, по порядку. Значит, кто уже в самом начале, еще вернее, в самом начале пути. Знаете, формулы равновесной калорийности реально работают. Наконец-то у меня, наверное, восстановился все-таки мой метаболизм. Да, небольшое отступление. Вот этот год, год не год, как календарный год. Допустим, 22 или 21. А вот где-то с середины 21 до середины 22. Даже не до середины, а вот этот период. Потому что как раз в прошлом году, вот именно в это время, я очень отходила от жесткого ковида. После больницы, после всего была вообще в полной прострации, в полное это самое. Вот. Потом еще был и второй ковид. В общем, этот год не то чтобы прошел впустую, но он был такой сумбурный. За этот год у меня ушло всего 4 килограмма. Да, за год. Потому что тогда у меня ушло за полгода, наверное, 18 килограмм. Когда я стала считать калории, когда я взяла за себя все. Потом наступило лето, стало некогда считать калории. Я перешла на интуитивное питание. Но на интуитивном питании вес уходил плохо. Плюс лето, там ягоды, фрукты, все такое. Потом ковид, потом долгое восстановление. Потом второй, потом началась это, блин, война, будь она неладна. Это такой стресс. Это тоже, я вижу девчонок многих, многие поднабрали. Потому что стресс, это кортизол, это мы заедаем. Вот, и все такое прочее. Вот получается, я прикинула за год, то есть за полгода 18, а за год 4. Но сейчас отвесики идут. В общем, все нормально. Кто смотрит, кто видит, уже как бы это самое. И вот я решила обобщить. Значит, про формулу равновесной калорийности. Найдите. В интернете их несколько. Посчитайте свою равновесную. Там это легко и просто. Ну, вообще, первоклассник справится. Отнимите 15-20 процентов и вот этого придерживайтесь. Не меньше. Потому что я ушла тогда в 1200 и все, и у меня замедлилось. Да, это тоже сыграло свою роль. В общем, как вот сейчас я уже считаю несколько дней. Ну, я тут то считала, то не считала. Потому что, еще раз повторюсь, лето, сад, огород. Ну, в общем, такая запарка. Все-таки мне нужно придерживаться 1500-1700. Уходит весна этой калорийности. Уходит. Да, как я смотрю. По порядку, вот как написала. Ужин для меня. А, да, мои хорошие. Ищите под себя. Пожалуйста. Ну, мы, конечно, все разные. Ну, несколько, как сказать, разные-то разные. Ну, наверное, мы делимся на какие-то группы. Кто-то может быть такой же, как я. Вот. Надеюсь. И кому-то помогут мои советы. Значит, ужин до восьми. Вот, до восьми. Позже, ну, блин, и спать тяжело. И вот эта, может, бельсонница тоже сыграла. Потому что тяжесть в желудке после куриной грудки ощущалась. Когда я на ужин включаю яйца, мне как-то полегче. А грудка, она вот все-таки это. Да, еще. Вот. Вспомнила. Рецепт с вот этим вот куриной грудкой с овощами. Я немножечко переделаю. Все-таки и муж сказал, и я почувствовала. Ну, я делала очень быстро. Мы были уже голодные. Бегом-бегом. Все-таки я ее, скорее всего, немножко отобью. Или сделаю этими, знаете, такими этими дырдочки делают. Колючки такие. Вот. И замариную. И замариную я с приправками в своем йогурте. Она будет посочнее по этой. И еще я, наверное, сверху добавлю побольше овощей. Реально нам было мало. Ну, я там, лучок, морковка, вроде бы это. Ну, если больше овощей, во-первых, овощи уменьшат, еще больше уменьшат калорийность всего блюда. Вот. Плюс это будет еще сочнее. Да, блин, к ушке эти привязались. Еще вкуснее будет. Это по поводу вот куриной грудки. Совсем недавно был ролик. Ссылочку оставлю. Ссылочки на ролики тоже оставляю. И в подсказках, и внизу в описании, и в комментариях. В общем, где могу, все везде. Или заходите в мои плейлисты, в подборки с рецептами. Там очень много всего интересного. Все же, и вот после этих ковидов, вы знаете, у меня так и осталось вот это вот подкашливание. Мне постоянно, и никак я от него не избавлюсь. Так. Ну, прописные истины насчет сладкого и мучного поменьше. Это, я думаю, стройнеющим людям объяснять лишний раз не нужно. Вот. Те-те-те-те-те. Я не готовлю отдельно для себя. Да. Я лодырь. Вот так как лодырь. Не в том плане лодырь. Вы видите, конечно, что я вообще и не сижу никогда. Нет. Ну, вы представьте, я готовить мужу и сыну, потом что-то готовить отдельно для себя. Нет. Зачем? Я просто блюдо адаптирую, чтобы нам было всем вкусно, поменьше жира, там овощей побольше. В общем, все. Где-то заменяю, например, где не обойтись без муки, на сельнозерновую, отруби добавляю. То есть, ищу какие-то. Жирный майонез заменяю легким. Или сметаной. Сметану заменяю своим йогуртом. Вот. Ну, в общем, кручусь, как могу. Так. Пью по жажде. Мои дорогие, может быть, кто живет южнее, им там есть смысл пить 2 литра в день. Но в меня эти 2 литра не входят. И ни к чему это. Я прекрасно вижу по себе, анализируя свое построение, что мне это не надо. Я захотела пить, я попила. Если я очень хочу пить, я выпила стакан. Если я не очень хочу пить, я сделала пару глотков, мне хватает. В общем, по жажде пью. Не насилую я свой организм. Так. Наедаться. Да, мои хорошие. Чувство голода быть не должно. Вот поэтому и включаем овощи. Обязательно белок для сытости. То есть объем пищи должен быть достаточным. Объем нашего желудочка – это примерно 500 грамм. Да, вот две сложенные подушки. Вот. Поэтому не должно быть. Да, тоже, тоже была у меня такая ошибка, когда я совсем ела мало-мало, и были ужасные проблемы с белым другом. Вы понимаете, о чем я говорю. В общем, объем пищи должен быть достаточным. Ну, вот представьте, или вы сидите 400 грамм плова, да, жирного, да, сколько будет калорий. Либо вы положили, например, 200 грамм плова и сладик или свежие овощи там в прикусочку. Ну, в общем, как-то так. А зимой я выкручиваюсь, я ем свои заготовки. Не вижу в этом ничего вообще страшного. Потому что я знаю, как я их делала. Я ем свои маринованные огурчики, я ем свою лечо, я ем свои разные там аджики, икру и, в общем, все такое прочее. И мне это… А, салат из капусты я делаю очень много. Вообще супер. Салат из капусточки, заготовки. Или свежие. Так. Ну, в общем, поняли. Так. А еще, вы знаете, все-таки очень влияет наш цикл. Девочки, у кого еще? Ну, это не к мальчикам, конечно, да. Я знаю, что мне смотрят какой-то процент мальчиков, но в основном девочки. Конец цикла. Это тихий ужас. Меня так тянет на сладкое. Вы знаете, я не могу себе сопротивляться. Это вообще какой-то кошмар. И вот эти вот несколько дней в конце цикла, ну да, я… А там и вес добавляется, и там и отеки, и все. Вот у меня когда КД, как говорится, вот прошли, да, у меня сразу вес. У-у-у, нормальненько. А в конце все, он встанет, а может даже и поднабраться. Не психуем, не нервничаем. Это в порядке вещей. То есть гормоны рулят организмом. И женские гормоны, и эстроген, и этот тестостерон. Я уже не говорю про разные там щитовидные гормоны, и король наш этот инсулин и кортизол. Это все-все-все влияет. Поэтому устраним спокойненько, без стресса, но и без фанатизма. Ну, в общем, настраиваем себя на долгий путь, на долгий. Потому что быстрое похудение, особенно в нашем возрасте, кто уже за 50, это вот провисание кожи, вот это вот все, и на руках, и на ногах, и на лице. Вот так вот. Не каждый может себе позволить пластическую операцию. Так, движение. Ну, движение обязательно. Это я сейчас иду спокойно, плавненько, потому что я снимаю. Хотя все равно вот прыгает немножко камера. А вообще, когда я сниму ролик, отключу, я включу пятую скорость. И быстро, 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 быстро. И не надо мне писать, мне кто-то писал, переходите на бег трусцой. Знаете, бег трусцой, у меня сердечко немножко не в порядке. Это сотрясение внутренних органов. Не знаю, не все могут позволить себе бегать. А быстрый шаг, это доказано, это посмотрите. Да, а еще, у меня когда не было ходить, вот последние дни, но я очень много проводила на ногах. Мы тут и на концерте были 4 часа на ногах. И тут я все тоже с этими, с огородом, с овощами, все на ногах, на ногах. Все движение, движение, движение. Ну, как-то тоже помогает. Может быть, не так сильно, как вот быстрая ходьба, но все-таки движение любое. Такая активность двигательная, я бы сказала. Так, ну, про высыпаться и режим дня ложиться пораньше. Это тоже прописные истины. Да, когда я сплю очень мало, я сразу вижу, что у меня вес встанет, или даже бывают привесы, потому что мы худеем во сне. И это тоже доказано. Так, что еще? Что еще? Да, питаемся по сезону. Вот особенно сейчас, когда эти райат кабачковые, или там помидоров, море перцев. Вот все, это надо пользоваться моментом. Ну, сейчас, знаете, сейчас почти мы не едим ни крупы, ни макароны, ни как-то вот у меня все овощи, овощи, мясо, курочка, рыбка. Ну, вот так вот сезонно. Так, да, чтобы не тянуло на вкусняшки, обычная простая еда должна быть вкусной. Я не знаю, у нас, конечно, у всех разные отношения к еде, но я гурман, да, я люблю покушать, я люблю вкусно покушать. И вот, чтобы меня не тянуло на всякие там пироженки, ну, ладно, летом мороженки, как бы, ладно, бог с ним. Я имею в виду, ну, разные конфетки там, все. Я должна так приготовить борщ, чтобы мне после него не хотелось еще что-то вкусное. Борщ, ой, у меня тут, похвастаюсь вам, у меня сынульке 17 лет, у него девочка, подружка, вот она у нас часто бывает в гостях, и тут они покушали борщ, она сказала, о, борщ, ну, просто, я, говорю, такого вкусного борща никогда не ела. Мне было очень-очень приятно. Так, похвасталась, да? Так, 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 ну, и, конечно же, не переедать. Еду я всегда взвешиваю. Напольные весы, кухонные весы, наши большие друзья. Вот, ну, я еще дополнительно считаю калории, вы знаете, меня все-таки это дисциплинирует. На интуитивном питании не всегда, не всегда получается. У меня две большие общие тетради, причем, что первые две общие тетради уже закончились, это у меня уже вторые. Одна у меня пищевой дневник, где у меня дата, вес, все, что я кушаю. Другая тетрадь у меня с рецептами, где я считаю кэбэжоу блюд, в котором мне помогает скачанный кулинарный калькулятор. Ну, так и называется кулинарный калькулятор, там такая черная кастрюлька на бирюзовом фоне. У меня есть ролики уже, где много, где я показываю, как считаю, что считаю. Ну, вот, мои дорогие, все, наболтала, чувствую уже много. Пишите в комментариях, может, кто-то спрашивайте. Настроение у меня классное, потому что пошли все-таки отвесики. Ну, вот, да, кто-то скажет, да, ерунда это, правила метаболической тарелки, то, все, мои хорошие, вот все, что нам не помогает, все нам в помощь. А, еще забыла сказать, знаете, я весы по зодиаку, и меня, ну, да, я вот такая по характеру, меня как-то бывает занести то в одну сторону, то в другую, как я тогда резко взялась, там, еще толком ничего не знала. И не то, чтобы зажоры, но иногда, да, и на сладенькое тянет. Ну, вот, как я сказала уже больше в конце цикла. Но все равно, все равно. Гнем свою линию, не сдаемся, кто бы мы ни были. Ну, все. Спасибо большое всем за комментарии. Крепкого здоровья. Мирного неба над головой. Что-то забыла. Да, если позволит хронометраж, песню поставлю. Пока-пока. Целую, люблю. Обнимаю. Да, сейчас поставлю фотографию. Да и на заставочке, скорее всего, она, где я тоже в этой же самой кофточке. Тогда только что связанной той фотографии, я не помню, сколько лет, если честно. Лет 7-8, наверное, той фотографии. И вот сейчас меня, как говорится, я тоже сфотографировалась. Я, словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь, волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь. Где бы не страшилась я, не Настя, прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена. Тебя то нет, то лжешь, не морщась. Я поняла, любовь, страна, где каждый человек притворщик. Моя беда не вина, что я наивность и обращик. Любовь, обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой? И улыбаюсь так не кстати. Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель. Но снова прорастет трава. Сквозь все преграды и напасти Любовь, весенняя страна, Весенняя страна, А и только в ней бывает счастье. Бывает счастье.